Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Сегодня бы я хотела вам рассказать о русском народном инструменте балалайка. Балалайка это струно-щипковый инструмент. Его длина составляет от 60 до 70 сантиметров. Струн всего три. Корпус балалайки имеет форму треугольника. На грифе от 16 до 31 лада. Струны обычно железные, но могут быть и нейлоновые. Балалайка строится следующим образом. Открытая третья и вторая струна в унисон дают тон ми, а первая открытая струна дает тон ля. Вопрос о происхождении балалайки оказался очень запутанным и сложным. Многие ученые сходятся на том, что балалайка произошла от домры. Церковь очень враждебно относилась к домре. Считая русские народные инструменты, особенно струны с сосудом дьявола и бесовскими играми, и все-таки старалась и не стажать их. Эта многовековая борьба привела к тому, что к концу 18 века домра была забыта. Но на самом деле народ ее не бросил. Они поменяли название и немного видоизменили и упростили. Так как это музыкальное орудие приходилось создавать домашними средствами и наскоро, корпус перестали делать полукруглым. В начале 19 века в популярности балалайки был нанесен удар распространением семисторонной русской гитары. Тогда пошло постепенное исчезновение балалайки из народного фольклора. Так и потерялась балалайка, только не совсем. Некоторые крестьяне все еще музицировали на трехструнке. И так однажды, в путешествии по своему имению, молодой дворянин Василий Васильевич Андреев услышал балалайку у своего дворового антипа. Его поразило особенно звучание этого инструмента, а ведь он читал себя знатоком русских народных инструментов. И решил тогда Андреев сделать из балалайки наипопулярнейший инструмент в России. Сначала сам потихоньку научился играть, а потом заметил, что инструмент дает в себе огромные возможности, и решил усовершенствовать балалайку. Он отправился в Петербург к скрипичному мастеру Иванову, дабы спросить у него, как лучше улучшить балалайку. Иванов категорически отказался делать этот инструмент. Тогда Андреев немного подумал, достал свою старую балалайку, купленную им на рынке, за 30 копеек, и виртуозно исполнил одну из русских народных песен, которых в то время было много. Иванов не удержался перед натиском и согласился. Долгой и тяжелой была эта работа, но все-таки балалайка была изготовлена. Андреев не хотел просто улучшить балалайку. Взяв ее из народа, он хотел вручь ее в народ и распространить. Андреев захотел создать собственное семейство балалайок разных размеров изучения по образцу струнного квартета. Он создал пикло, дискант, прима, альт, секунда, бас, контрабас. Таким образом, балалайка очень сильно распространилась в России и стала одним из самых популярных инструментов. Один из самых известных исполнителей балалайшников был Сергей Борисович Тарьянов. Его называли русским Паганини, королем балалайки, балалайшником Кубеликом. На сегодняшний день в нашей республике очень мало учеников, обучающихся искусству игры на балалайке. Чаще балалайку знают поверхностно, и это очень прискорбно. Это все, что я хотел рассказать вам о балалайке. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!